В Троицком доме ученых открылась новая выставка. Ее тема – натюрморты. Работы представили 13 мастеров, членов Троицкого отделения Союза художников Подмосковья. Главное условие для участия в выставке – новизна. Все картины должны были быть созданы недавно. Чем вдохновились троицкие художники и какие работы стали самыми необычными, расскажет Анна Москвина. В последнее время троицкие художники активно писали натюрморты, чтобы 9 марта представить свои работы на вернисаже в Доме ученых. Открытие выставки прошло в камерной обстановке. Гостей, да и самих художников было немного. Работ где-то около 30, чуть больше. Соответственно, одного зала хватило. Не так много. У нас люди в основном пишут пейзажи всякие, хотя цветы и букеты тоже можно к натюрморту отнести. Но здесь как бы более классически постарались подойти к теме и выдали именно в основном то, что касается натюрморта. В творческой копилке Евгении Спиранской мало натюрмортов. Художница предпочитает пейзажи. Ее вдохновляют городские дома, дворы и улицы. Она любит путешествовать и работать на пленере. Но когда узнала о выставке, взялась за новые картины целенаправленно. Я как бы решила поучаствовать, но вот с такими немножко необычными натюрмортами. Они совсем не академические. То есть они там изображены книги старые и такие колокольчики буддийские, медитационные. В принципе, натюрморты. Хотелось, наверное, вот вернуться к этой теме, но в каком-то обновленном виде, не ставить стандартные ученические постановки. Юлия Воробьева представила троицкой публике одну из самых необычных своих работ – сокровищ обложки. Натюрморт с чашками, заварниками и другой кухонной утварью, которая можно найти на блошином рынке. Уникальна эта работа тем, что художница трудилась над ней год, доводила до совершенства, при том, что обычно она пишет картину за два месяца. Это мой долгострой. Я посмотрела, когда я только начала. Это как раз был февраль прошлого года. Ну, периодически я к ней возвращалась, откладывала. Но работа посвящена, она называется «Сокровище обложки». В мастерской у меня на полке очень много вот этих всяких чайничков, кофейничков. И в какой-то момент я просто придумала себе композицию и представила это, как будто это развал, прямо вот на, ну, как бывает, на блошинных рынках, на земле, на какой-то скатерти. Две работы – кистью и карандашом – представил Александр Лихтер. Обе картины исполнены в узнаваемой манере автора. Тут домики троицкие, тут карты Парижа, тут фрагменты этих шедевров, великих мастеров, реплики. Там можно узнать портрет доктора Гаше с моей головой в ушанке, Ван Гога, букет подсолнухов, тоже Ван Гога, но только красного цвета. 15 лет Александр Лихтер работал в Троицком центре культуры и творчества, делал афиши и декорации. Поэтому теперь, по его словам, чтобы не терять формы, он создает альтернативные афиши к каждой новой экспозиции. И в этот раз тоже. Организатор выставки Павел Кемнец отметил профессионализм троицких художников. Работа хорошая, как правило, на уровне. Тут многие профессиональные художники, а другие такие, даже не скажу, что любители, потому что после Назаровской студии они уже очень даже профессионально стали работать. Поэтому разные, конечно, подход разный. Но это и хорошо, когда все одинаково, это скучно. Троицкие живописцы дали волю воображению. На выставке представлены графика, живописи и даже керамика. Ознакомиться с работами можно в течение двух недель. Вход свободный.